Трогать руками не запрещено, а даже приветствуется. Самые активные участники штабной тренировки – юные жители города Одинцова. Даниил и Ангелина Уваровы не упустили возможность изучить оборудование спасателей и пожарных. Мы посмотрели аварийную службу, нам она очень понравилась. Мы узнали, как она нас спасает. Было очень интересно. Ангелина, а тебе что запомнилось? Мне запомнилось, что вот эта вот палата. Модуль вот этот вот, да? Да, модуль. Для спасателей очень полезен. Да, он очень полезен и мне он нравится. Штабная тренировка на центральной площади Одинцова – мероприятие традиционное. Проводится ко дню гражданской обороны. Включает в себя приведение в готовность сил ГО, проверку муниципально автоматизированной системы централизованного оповещения населения и, конечно, смотр техники. Здесь представлен водно-спасательный пост со средствами спасения на воде, моторная лодка. Прямо за вами водолазный костюм? Конечно, водолазный костюм, водолазное оснащение. И как часто на практике все это удавалось использовать? Моторная лодка используется регулярно. Это в том числе и при обеспечении мероприятий на водных объектах, и при эвакуации людей в лесах, в болотах. Он очень пригождается. Специалисты аварийно-спасательного формирования готовы в любой момент отправиться на вызов. Ежедневно дежурят три спасателя. В их распоряжении все необходимое оборудование. Мотопомпа для откачки воды у нас в основном весной она используется. Ну, либо после протожительных дождей. Для откачки территорий, там где-то подвалы может затопить в частных домах. Люди просят, приезжаем, откачиваем воду. Тренажер у нас, мы повышаем свою квалификацию, постоянно тренируемся, совершенствуем навыки свои. Вот, дальше гармин, навигатор и компас нам для поиска потерявшихся в лесу. Не только АСФ продемонстрировала свои возможности в ходе штабного учения, но и коммунальщики. Одинцовская теплосеть – филиалы Московской областной энергосетевой компании АО «Мособлгаз». Цель – это проверка готовности органов управления гражданской обороны и формирований, а также по оповещению населения о чрезвычайной ситуации. Как готовность оцениваете? Готовы. Такие штабные тренировки проводятся в Одинцовском округе ежегодно. Практическая же отработка навыков пожарных, спасателей и других аварийных служб проходит чаще, ежеквартально. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.